Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. С вами программа Каверзы. Она выходит как раз накануне Дня России. В этот день, в 1990 году, была провозглашена Декларация о независимости и суверенитете нашей страны. Но это была лишь Декларация. Тогдашняя Россия полностью зависела от Всесильного Запада. Ситуация, на мой взгляд, начинает меняться лишь сейчас, именно в эти дни, когда мы с вами живем. Поэтому этот праздник очень важен и прежде всего для подрастающего поколения. Тема сегодняшней программы – аборты. Как это не покажется странным многим. Почему аборты? А потому что мое глубочайшее ощущение и то, что люди – это главная ценность каждой страны. А в России живут прекрасные люди. Недавно в Рязани открылся филиал такой могучей организации. Она называется «Спаси жизнь». Это помощь беременным и нуждающимся семьям с детьми. Приехала Екатерина Маркова, руководитель этой организации, которая зачастую тет-а-тет беседует с главой нашего государства Владимиром Путиным. В составе делегации был психолог. С очень интересным именем Диамид. Поэтому и интересный ответ он давал на мои вопросы. Как предостеречь женщину от аборта? Это зависит, оказывается, от всех с нами. Внимание на экран. Состояние, в котором пребывает женщина в момент принятия решения о прерывании беременности, можно назвать как страх, паника, ужас. По поводу «что толкает?» я бы даже сказал «кто толкает?» Переформулировал бы их. «Кто толкает?» По принципу, что женщина не сразу, как узнает о беременности, однозначно принимает решение об аборте. Она какое-то количество дней думает, размышляет. И в эти дни она особым образом общается со своими близкими. С родителями, с отцом ребенка, будь он муж, законный или незаконный. И с подругами даже, с людьми, с окружающими и так далее, и так далее. И она примеряется, смотрит. А смогу ли я в этой атмосфере обстановки выжить, родить? И часто, даже если она не говорит с людьми, не просит их помощи вслух, она смотрит на них и прикидывает, помогут они мне или нет. А иногда, и понимает, во многих случаях понимает, что нет. То есть, что ее толкает или кто ее толкает, какой правильный вопрос даже, какой правильный, выбирайте сами. А иногда она даже прям напрямую спрашивает, вот я беременна, что мне делать, как бы вообще, ты что по этому поводу думаешь? И очень много людей и родителей всех близких. И мужчин не просто не проявляют достаточно адекватного интереса к беременности, к новому этапу в жизни. А они даже проявляют агрессивную настойчивость для того, чтобы она прервала свою беременность. В этот момент, когда женщина совершает убийство своего ребенка, правильно сказать, она размышляет, она присматривается. Взвешивает. Взвешивает. Кто должен, кто в этом виноват, что она делала или что виновата. Общество, окружение, недоработка СМИ. Что мы рассказываем о преступлениях, но не рассказываем о положительных каких-то моментах у многодетных семей. Кто виноват вообще? И второй вопрос. Нет, я понимаю, что нет универсального ответа. И как исправить эту ситуацию? Наверное, это взаимосвязанные вопросы. Точнее, ответы на эти вопросы взаимосвязаны друг с другом. Если вспомнить историю, как алкоголезависимая теория терапии говорит, она говорит о том, что основная вина не в том, что кто-то слаб, не в том, что алкоголя много, а в том, что у нас алкоголе ориентированное мышление в обществе. У всех, у большинства доминирует позиция, что употреблять алкоголь даже в больших лицах в целом это приемлемо. В больших может быть не всегда нормально, но это приемлемо, даже весело, даже здоровски. А примерно это же можно экстраполировать и на ситуацию с беременными женщинами. В нашем обществе доминирует проабортное мышление. Аборт – это нормально, считается в обществе. И женщина, оказавшись в этой ситуации, не видит в этом ничего ни криминального, ни опасного, ни предосудительного даже. Но все через это проходили, хотя далеко не все, абортом на всего около 100 лет, а истории человечества сильно больше. Что с этим делать? Менять проабортное мышление на прожизненное. Ценность жизни у нас сегодня не на высоте, скажем так. И это на самом деле проявляется не только в системе репродуктивного здоровья. Это вообще в нашем обществе ценность жизни не на высоте. Но касаемо ситуации с рождаемостью, наша демография, оказавшись уже в катастрофе, уже на дне практически. И сегодня катастрофа не видна исключительно за счет миграционных потоков. Это уже всем, кто занимается этой темой, очевидно. И тема будет только нарастать, вопить. Проблем будет все больше и больше. И что с этим делать? На самом деле, называя вещи своими именами, лицам, принимающим решение, принимать решение о прекращении законности абортов на территории Российской Федерации. Альтернативы нет. Так, да, вместе. Стали штатными подопечными за месяц до открытия. У нас ситуация сложная девочка, слепая, с двумя детками одна. Я как бы бывший у нее педагог, выпускниц, ну, курирую. И вот такие работы мы с детками, с УВЗ и с инвалидностью делаем в моем центре творчества. И Светлана Викторовна очень нас приняла радужно, когда Олене надо было на соревнования оставить на нас своих малышей. Она нас и памперсами обеспечила, и бытовыми предметами семья, и пюрешки маленького. Мы очень благодарны, что мы первые подопечные этого центра, хотя он еще был закрыт. А эта картина, пусть радует, это нарисовано шерстью. Я занимаюсь такими детками, и это вот наша работа. Мы повесим на самой красивой. Да, давайте я готовлю. Я только сегодня вырисовала. Радуюсь. Спасибо. Мы работаем во многих регионах, но еще не работаем в Близанской области. И открытие этого центра, наше с вами сотрудничество, очень радостно для нас. Мы абсолютно уверены, вот сейчас я послушала все ваши выступления, что совместными усилиями с государственными органами, нашим представительством, мы достигнем больших результатов и в плане спасения детей от абортов, и в помощи кризисным семьям с детьми. На сегодняшний момент, вот в таком взаимодействии с государством, с различными администрациями, мы уже оказали помощь более 120 тысяч нуждающихся семей по всей стране и спасли от абортов более 19 тысяч детей. Это совместный труд нас, как некоммерческого сектора общественности и представителей государственных структур. Мы абсолютно убеждены, что в Близанской области с нашей совместной работой показатели и по демографии будут улучшаться, и будет улучшаться уровень жизни семей с детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Поэтому очень рады нашему сотрудничеству, уверены, что мы достигнем хороших результатов, и спасибо вам огромное, что вы пришли сюда, что вы оказываете поддержку, помощь. Впереди много работы, и мы уверены, что будут хорошие результаты.